Ну что ж, здорово народ, с вами Джон, он же Банжи будет банить людей за ФК-макросы 312. Ну что могу сказать, у нас с Банжи есть славная традиция, когда я беру выходной, ну типа, если я в этот день не выпускаю видосы, не стримлю, то обязательно произведут какой-нибудь триндец. Такое уже происходило много раз, и приходилось срочно, так сказать, выходить в эфир, да, записывать ролик по поводу всего вот этого. Ну что ж, будем разбираться, что же все-таки происходит, что нам со всем этим делать и как с этим жить. После вашего лайка, подписки на канал, прожать аккаунь, прохождение по всем ссылочкам, в описании ролика для поддержки стрима. Напоминаю, что у нас тут практически каждый день на Твиче, на ВК-плее и на Ютюбе проходит трансляция, где со мной вместе можно поиграть, задавать какие-нибудь вопросы по участку и по водичкам. Также, если вдруг по какой-то причине вы на Ютюбе ролики смотреть не можете, то я выкладываю ролики также на Дзене, ссылочка есть в описании данного ролика. Также, под данным роликом, под всеми моими остальными за последние недели, есть инструкция, как обойти блокировку Ютюба, ну замедление Ютюба, в общем, как-то так. Кто захочет в один из следующих роликов попасть, может это сделать при помощи доната, если сумма в 10 раз увеличится. И спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на Boosty. Сюда мы выкладываем записи с наших киностримов. Благодарю Игоря Михайлова за Железного Лорда, Делягина за 3 месяца Тени, Костю МХ за Завывателя, Легата за 3 месяца Железного Лорда и Незабудку за Железного Лорда. Что ж, переходим к новостям. Что же Банжи пишет по этому поводу в Твиттере? Десни 2 Тим пишет. Вижу несколько вопросов о ботах на контрольно-пропускных пунктах. Мы не планируем вводить ограничения или запреты на чекпоинты в рамках этого изменения политики. Дышите спокойно. По этой теме пришлите нам отзывы о том, каких действий вы чаще всего используете ботов чекпоинтов и почему. С радостью передам это дальше. Ну то есть, если вы используете ботов для того, чтобы передавать друг другу сохранение, то это еще окей. Да, но если вы пользуетесь всякими там АФК-макросами для того, чтобы всякие шмотки фармить и так далее, то нет. Ну привет всем тем, кто на бледном сердце это дело фармит. Обновление 8.05 вышло в начале этого месяца и принесло с собой свое состояние. Изменяя частоте выпадения предметов экзотического класса не принесло. Ну типа не принесло нормального. То есть Банжи до сих пор эту тему не поправили. Да, они типа подняли дроп со свержения, но вам ради этого за несколько волн свержения надо пройти, по-моему, 2 или 3 штуки, чтобы получить этот лут, эту экзотическую повязку. То есть это буквально где-то вам надо будет... Если на одно свержение вы там с игранной пачкой тратите по 10 минут, то вам нужно полчаса для того, чтобы вытащить один, так сказать, одну экзотический классовый предмет. Мы пользуемся возможностью обновить нашу политику ограничений и запретов, включая в нее форму фарм, точнее, макро-лута в режиме АФК. Соответственно, да, то есть, ну здесь всякие компании типа Destin2, Checkpoint, то, что какого-то спрашивают. Банжи, ну наших ботов не забанят в процессе этого, ну, собственно, то, с чем мы начали ролик, да, о чем многие волнуются, Checkpoint у нас останутся. Там еще DMG дальше это подтвердит. Вот, то есть он тут пишет. Важная часть. Никаких ретроактивных банов. То есть, если вы до этого АФК-макросами, до сегодняшнего дня пользовались, да, будущие нарушения будут сопровождаться предупреждением перед полным принятием мер. На прошлой неделе в отношении некоторых аккаунтов были приняты меры за нарушение условий предостроения услуг, не имеющие отношения к делу. Ну, там, кто не знает, циркулировала информация у нас там, то, что некоторых людей, которые распространяют эти АФК-макросы, ну, типа для того, чтобы фармить экспу в подземельях, да, ну, то, чем многие люди занимаются. Для того, чтобы фармить всякие экзотические повязки, для того, чтобы кликать всякие там расходные материалы, да, вот их там всех перебанили. Но людей, которые АФК-фармом занимались или вот этими вот всякими макросами непосредственно не банили, начнут банить с сегодняшнего дня, как я понял. Но здесь есть ряд моментов. Почитаем несколько статей Bungie и несколько статей, которые были написаны в интернете на эту тему. С сегодняшнего дня, ну, во-первых, то, что они написали на Reddit. С сегодняшнего дня мы пересмотрели нашу политику ограничений и запретов, включив в нее использование макросов ввода для автоматического игрового процесса. Хотя макросы ввода могут быть полезным инструментом доступности для многих, и мы намерены сохранить его таким, некоторые используют эти инструменты для автоматизации игрового процесса. Игроки, обнаруженные с помощью автоматизации для обхода обнаружения бездействия или выполнения автоматизированных действий для получения добычи, могут быть ограничены или забанены. Добыча включает, помимо прочего, опыт, материалы или выпадающие предметы, например, предметы экзотического класса, ну вот привет, то, что я говорил ранее. Автоматизация или обход включает, но не ограничивается использование программированных контроллеров, адаптеров клавиатуры, мыши, продвинутых макросов или искусственного интеллекта. У нас нет плана вводить задним числом запреты или ограничения для кого бы то ни было, и любые запреты или ограничения, связанные с этим изменением, политики будут применяться за будущие нарушения. Игроки, которые в настоящее время используют или использовали макросы для вышукаженных целей, могут получить внутриигровое сообщение, предупреждающее об использовании макросов в будущем. Кроме того, за последние несколько дней было произведено не большее количество действий с учетной записью за несвязанные нарушения условий пользования. В заключение отметим, что доступность игр для нас важна, поскольку мы продолжаем изучать возможности в Destiny 2 для расширения возможности доступности. Мы хотим гарантировать, что к игрокам, использующим макросы с целью обеспечения доступности, не будут применены никакие действия. Так что понимаете это как хотите, но я это вижу так, что если вы до этого пользовались этими АФК макросами, то следует перестать. Это очень горячая дискуссия была у нас в сообществе, потому что я вот сам ими не пользовался никогда, но многие пользовались, пользуются до сих пор, поэтому придется сейчас эту волну переждать, потому что скорее всего даже если Банджи говорят, что каким-то людям прилетит, каким-то не прилетит, то никто не знает на ком это отразится и как. Может быть какие-то, я не знаю, фальш-старты там или еще что-то. Так что, блин, тут еще у них написано, комментарий, вижу несколько вопросов вокруг ботов, здесь все становится сложнее с точки зрения безопасности, что касается сообщества Live, мы не можем поделиться точными деталями действий, нарушающих условия пользования. То есть они, блин, сами еще не уверены, за что они точно будут все это дело раздавать. Поэтому я бы пока попасть в Роксе и проследил за тем, как будут развиваться события. Но я думаю, это надежнее. Вот, ну и тут у них была ссылка на страницу Банджи с условиями пользования, да, тут вы можете все это почитать, или пройти, так сказать, по ссылочке. Я ее размещу, если не забуду. Ограничение учетной записи, политика блокировки, вот это вот все, из-за чего вот Банджи там блокирует. То есть вспомогательный инструментарий сторонних производителей, игровой процесс, соответственно, замыслом разработчиков, вот это вот все, стимдеки, сторонние приложения на ПК, использование лазеек. В общем, тут у них очень много всяких таких пунктиков интересных. Ну а по поводу статьи, с которой мы начали, Банджи обновляет политику запрета Destiny 2 для борьбы с добычей АФК-макросов, да, ну, при помощи АФК-макросов. Банджи обновил политику бана Destiny для борьбы с... добычей лута при помощи АФК-макросов, вводя новые правила в отношении автоматизированного игрового процесса, сохраняя возможности доступа для законных пользователей. Банджи занял твердую позицию против добывания всякого лута при помощи АФК без клавиатуры в Destiny 2 специально аренитивисты игроков, которые используют макросы, вводят для автоматизации игрового процесса. Ну то есть здесь опять же они сделали ссылочку вот на ту статью. Разработчики ясно дали понять, что использование макросов для добычи без активного участия в игре больше не допускается. С некоторых пор игроки используют макросы, чтобы обойти обнаружение бездействия и получать внутренние награды, не играя активно. Это стало серьезной проблемой в сообществе Destiny 2, особенно когда дело доходит до добывания недавно выпущенных наград, такие как экзотические классовые предметы. То есть Банджи расправляется с АФК-фармом в Destiny 2. Вы можете прочитать полное заявление, опубликованное в разделе Destiny 2 Game на Reddit. Ну собственно мы это читали. Да, 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 да. Да, это цитата той статьи. Банджи также дал понять, что политика обратной силы не имеет, а это означает, что игроки, ранее использующие макросы, наказаны не будут. Однако те, кто продолжит это делать после этого обновления, могут столкнуться с серьезными последствиями, начиная от внутриигровых предупреждений, заканчивая полной блокировкой аккаунта. Как всегда, игрокам рекомендуется ознакомиться со всеми подробностями в политике ограничения счетной записи Банджи, чтобы видеть, что они способствуют последним правилам. Ну что могу сказать, ребятки? Ну, во-первых, Банджи, где фикс дропа экзотических классовых предметов? Да, по идее, они должны железно, вот эти классовые предметы, выпадать за завершение свержения, но людям они не падают. Вдобавок к этому мы поправили, точнее понизили шанс дропа экзотических классовых предметов из обычных сундуков в бледном сердце. И до сих пор вот люди жалуются за то, что эти экзотические классовые предметы, чтобы их получить, надо проходить миссию на двух человек. Ну, типа, миссия прикольная, классная, да, но соло-игрокам неохота их проходить, им сложно найти еще одного человечка. Да, такие люди есть, надо их понять и простить, и войти в положение, так сказать. Но, что бы я ни говорил, что бы по поводу этого дела, кто бы что ни говорил, все равно есть люди, которые упорно не хотят находить на одно прохождение напарника. Так что, надеюсь, банджи каким-нибудь образом потом добавят в дальнейшем альтернативный способ получения экзотических классовых предметов. Да, они потом добавят возможность покупки экзотических классовых предметов у Зура. По-моему, даже на этой неделе в пятницу будет, или на следующей, я не помню точно. Но, так или иначе, это только для тех, кто эту миссию на двоих человек проходил уже. То есть, миссия называется «Две судьбы». Так что, будем следить, да, за развитием событий. Потому что, то, что люди находят обходные способы, чтобы фармить все это дело, банджи, видимо, это не понравилось, и они решили «Окей, но мы поняли, что вы решили так сделать, но поднимите дроп сперва для обычных людей, чтобы они реально не бегали туда-сюда при помощи макросов или еще чего-то, и не фармили все это дело таким вот образом». Потому что раздражения у сообщества по этому поводу очень сильные. Ну да ладно. Увидим, как будет развиваться ситуация. А пока что спасибо за просмотр. Лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, как хочешь прожимаем, чтобы не задать уведомления о выходе новых видосов. Завтра у нас будет ресет, завтра будет киноаук перед ресетом, где мы будем на стриме, так сказать, выбирать, что будем смотреть на ВК-плее. Ну и, собственно, что? Надеюсь, то, что Банжи предоставит нам дополнительную информацию, но начиная с сегодняшнего дня, рекомендую все-таки АФК-макросами не пользоваться. Вот. Может быть, это будет со следующей недели, может быть, это будет с сегодняшнего дня, но я бы, блин, поосерегся. Пока что переждите, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все, теперь точно все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok